Юрий Москаленко, Алекс Нагорный, Михаил Тихонов. Легион уходит в бой. Пролог. Станция клана Юрим, проекта Оникс, некогда предназначенная для прикрытия планету, имеющая солидную огневую мощь, медленно плыла по своей орбите уже не один десяток лет. Списанная по причине морального устаревания и выкупленная основателем клана за смешную для пустотных объектов данного класса цену всего 300 миллионов кредитов Содружества. Она вот уже много лет была домом для нескольких сотен человек. Расположившись в системе бедной на ресурсы с огромным количеством выработанных астероидов и угасающей звездой, она была малоизвестна. Что и неудивительно, учитывая тот факт, что клан Юрим промышлял пиратством на торговых маршрутах сразу двух империй – Аратана и Арвара. И в первом и во втором государстве власти мечтали видеть весь клан в открытом космосе и без средств индивидуальной защиты. Мешало одно «но» – до базы пиратов нужно было еще добраться через нейтральную полосу приграничья, да еще и лезть на несколько систем вглубь формальной территории пауков. Данг Юрим специально подобрал такое место для своей норы. Архам система была неинтересна по причине отсутствия ресурсов, но все же свой флаг они время от времени демонстрировали, остужая горячие головы имперцев, желавших достать удачливого разбойника. Последние пару лет Данг не выходил в открытый космос, засев на своей станции, прикладывая все силы к развитию своей небольшой торговли. Небольшой, потому что даже среди пиратов было мало тех, кто готов был лезть в лапы пауков. Все же они грабят ради наживы, а не по идейным соображениям. А у пауков брать нечего, зато шанс остаться в виде замороженной тушки в пустоте космоса весьма велик. Потому и пользовались услугами старого Юрима лишь самые опытные и отчаянные сорвиголовы, промышлявшие в пространстве духа империй. Если нужно где-то отсидеться, пока тебя ищет регулярный флот, или скинуть горячий товар, то лучше места не найти. Ввиду того, что пусть и немного, но клиенты были, бизнес Дангу уверенно стоял на ногах. Клан смог позволить себе полноценную оборонительную призму, пробить которую реально разве только линкором. Правда, встретить в этих местах линкор это уже из области случайности, либо статистической погрешности. По этой причине диспетчера и дежурный расчет управления боевыми модулями на смене просто отбывали номер, веря в неприступность космической крепости. Ну и правда, чего бояться? На самой станции царил порядок. Никто не бушевал, не нападал на прохожих. Здесь ни одно из государств Содружества, здесь гнездо пиратского клана, а значит разговор с беспредельщиками один, без скафандра в открытый космос. Была, конечно, зона развлечений, но и там оружием никто не размахивал. Хочешь подраться, пожалуйста, на арену. Там можно даже убить любого, но опять же голыми руками. Бордели на любой вкус и кошелек, азартные игры. Выбор развлечений мог удовлетворить самые взыскательные запросы. Странным было бы, если бы этого не было на пиратской станции. Главное, не забывай платить. Вот и в этот раз дежурившие в командном центре спокойно играли в карты. Кто-то спал, нейросеть разбудит в случае ЧП. Кому они нужны в этом забытом богом улуси? Правильно? Никому. Внезапно по станции разнеслись звуки тревожной сирены. Одновременно с этим всеобитателям и гостям станции пришло уведомление об объявлении боевой тревоги и приказ служащим срочно выдвигаться на места по боевому расписанию. Данг когда-то полжизни отдал службе в 4-м флоте Аратана. Даже поучаствовал в мятеже, но один из немногих успел слинять во фронтир. Подальше от имперских ищей, у которых руки оказались уже коротковаты, достать его за пределами Аратана. В связи с этим в своем клане и соответственно на станции вел почти воинский устав, хоть и со своей спецификой. Тем не менее, через 5 минут после объявления тревоги все были на своих местах. Здесь не армия, не успеешь или не выполнишь приказ путь один на тот свет. Либо противник выдаст последний билет в страну Великой Охоты, либо свои за неподчинение в боевой ситуации. Станция была готова встретить любую угрозу и всеоружие. Сам Данг Юрим прибыл в командный центр и занял место тактического офицера. Никто лучше бывшего заместителя командующего 4-го флота Аратана не смог бы управлять боем. На центральный экран выводилась картинка с зондов разведки и наблюдения. Прямо на траектории движения станции, буквально в двух световых минутах впереди, формировалось окно выхода из гиперпрыжка, и, судя по размерам в гости, пожаловало что-то крупное, чуть ли не линкор. Вот окно полностью сформировалось, и из него вывалился, по-другому не скажешь, да нельзя избитый корабль. Как он вообще смог войти в гипер с такими повреждениями, непонятно. В очертаниях явно только-только вышедшего из боя корабля с трудом, опыт не пропьешь, Данг опознал линейный крейсер орварцев. Уже готовая сорваться с губ команда на открытии огня так и осталась не озвученной, все-таки любопытство не до конца покинуло старого вице-адмирала. Очень уж ему захотелось выяснить, какими судьбами сюда занесло имперцев, не было здесь ничего такого, из-за чего стоило рисковать линейным крейсером. Оборона клановой системы одному-единственному кораблю была не по зубам. Пусть даже это будет крейсер последнего поколения. Вид корабля однозначно говорил о том, что проблем с абордажем возникнуть не должно. Зонды передавали отличную картинку. Крейсер был почти уничтожен. На видео было видно, вооружения у него не было от слова совсем, в местах расположения туннельников и плазменных орудий виднелись следы попадания чего-то очень мощного. Из-под сорванных бронепластин внешней обшивки проглядывал несущий каркас. В наличии имелся лишь один из пяти предусмотренных конструкцией маршевых двигателей. При попытке крейсера совершить разворот стало понятно, что и маневровых двигателей у него не осталось. В случае с чего его раскатает даже легкий эсминец, не говоря уже о чем-то более серьезном. Без шансов. В общем, сопротивления можно было не ожидать. Арварцы на исправных кораблях не очень любили драться с пиратами, а тут явно сдадутся. Большинство пиратских команд кормились с руки разведу про империю Арвар. Бояться им обычно было нечего, но в данном случае их ничего хорошего не ожидало. Данг ненавидел арварцев. Довелось побывать в рабстве. Воспоминания не из приятных, с тех пор при каждом удобном случае он не упускал возможности отомстить. Не мудрено, что с таким отношением к работорговцам он значился в сотне самых разыскиваемых пиратов Арвара. Хозяин станции уже по нейросети начал отдавать приказы о погрузке абордажников на боты для захвата появившегося корабля, когда диспетчер, ведущий мониторинг пространства, сообщил о формировании еще двух воронок гиперперехода. Данг посмотрел на экран и к нему пришло понимание. Это конец. Формировавшиеся окна могли быть лишь для одного типа кораблей, супердредноудов, а графов. Противопоставить таким монстрам было нечего. Выстрел главного калибра вот такого дредноута раскалывал ульи архов. Правда, их было построено всего три экземпляра, и причины, по которым могли два из них оказаться здесь, были абсолютно непонятны. Видимо, судьба у меня такая. Погибнуть от руки ушастых, с грустью подумал старый пират. Но без боя я вам не дамся. Но он не был бы тем, кем был, если бы просто сложил лапки и сдался. Да и были сюрпризы в системе. Главное, бездвижить противника. А графы не любят близкого боя, поэтому, возможно, будет шанс высадить абордажников. А там, как боги войны решат. Решение принять бой с кем бы то ни было принято. Данг Юрим начал раздавать распоряжения. По команде начали заходить на позиции удара дроны, оснащенные лишь несколькими боеголовками. Но какими? Боеголовки с начинкой из антиматерии были запрещены в содружестве, да и архи не использовали их. Причин было две. Первая, стоимость боеприпасов получалась запредельной, но вторая, от подрыва данного типа боеприпаса нужно было еще умудриться убежать. Вступив в контакт с обычной материей, антивещество запускало взрывную реакцию, которая продолжалась до тех пор, пока было чему реагировать, то есть пока все, что находилось в радиусе поражения, не превращалось в набор атомов. Это было оружие последнего удара, если не будет других вариантов. Оружие по смертной мести. Для вывода из строя двигателей в позиционные районы были выведены мины с обычными термоядерными зарядами. Всему персоналу и гостям было приказано занять места на кораблях и приготовиться идти на штурм. Здесь не было случайных людей, все понимали, раз уж хозяин станции приказывает даже клиентам готовиться к абордажу, значит дело более чем серьезно. За минуту до выхода гостей из гипера пираты были готовы к встрече. Отсидеться на станции не получится, только маневренный бой и абордаж. Потянулись последние секунды ожидания. На миг в системе будто все замерло. Затишье перед бурей. Лишь из покалеченного крейсера время от времени вылетали языки пламени, что-то взрывалось внутри корабля. Но вот синхронно, под аккомпанемент разогреваемых двигателей клановой эскадры, из полностью сформировавшихся вороны гиперперехода показались заостренные носы кораблей гигантского размера. Это было величественно. Корпуса дредноутов медленно выходили из воронок, подавляя своей мощью. Зализанные обводы, а графы славили своей тягой к красоте, все корабля не строили с эстетикой. Красивые машины уничтожения, ощерившись пушками во все стороны. Похоже на касаток с крыльями, на которых были установлены пилоны гигантских маршевых двигателей, дредноуты смотрели с совершенными орудиями смерти. Глядя на многокилометровые туши, казалось, спасений не будет. Станция была меньше размерами любого из двух суперов. Данк ждал. Сейчас мины скорректируются для более точного наведения и можно будет начинать. Еще минуту, две. Что они делают? Это же самоубийство. Возглас одного из операторов заставил пирата перевести взгляд на крейсер Орватцев, который он как-то упустил из виду. Самоубийцы, констатировал Данк, наблюдая трансляцию. Да уж, то, что показывал зонд, наблюдающий за имперцами, совсем не походило на типичное поведение арвардских военных. Горящий и взрывающийся полуразрушенный крейсер на единственном маршевом двигателя разворачивался и выходил навстречу двум дредноутам. Даже умирая, экипаж шел в атаку на превосходящие силы. Данк видел, как на чудом уцелевшие направляющие поступают ракеты, как наливаются свечением турели плазменных орудий ближней обороны. Несколько штук уцелело в носовой части крейсера. Со всех орудий явно были сняты все ограничители. Ресурс орудий хватит при таком режиме максимум на один выстрел. Правда, мощность будет равна тяжелым плазмометам, но не факт, что дредноутам это сможет нанести вред. Медленно, но верно, арвардский крейсер набирал скорость. Из главного калибра суперов стрелять прямо бессмысленно, слишком малая цель, а в зону действия вспомогательных калибров они еще не вошли. И тут старый пират вдруг понял, кто может даже при таком неблагоприятном раскладе идти в атаку. Иностранный легион. Только бойцы легиона не признавались дачи в плен. Победа или смерть. Там, в подразделении, сформированном из мятежников, много было тех, с кем когда-то старый пират прошел не одну войну. Что-то ёкнул в сердце бывшего вица-адмирала. Он так и остался офицером. И сейчас, глядя на идущий в последнюю атаку крейсеру, он вдруг понял, нужно дать шанс этим смелым бойцам. Решение было принято моментально. Приказ на атаку всеми силами и средствами ушел одновременно с первыми выстрелами перегретых орудий рейдера и вспомогательных калибров дредноутов. По сигналу сорвались с мест мины с кварковыми зарядами. Стремительным рывком, приближаясь к дюзам и преодолев противоракетную оборону, традиционно слабую в толовой части любых кораблей, разнесли взрывами двигатели суперов. Дредноуты оказались практически лишены маневренности. Мощности обычных маневровых двигателей не хватало, чтобы оперативно погасить инерцию громадной массы и развернуть дредноуты навстречу новому противнику. Заработали туннельники главного калибра, как самой станции, так и всех выведенных из ангаров, имеющихся в наличии кораблей. Истребители и штурмовики ушли на борьбу с ПКО противника. Дроны, кроме несущих заряды с антиматерией, оставленных на самый крайний случай, превращались в брандеры и таранили обшивку гигантов. Казалось, ничем не пробить шкуру суперов. Но вот одна за другой три ракеты тяжелого противокорабельного класса с орудийных платформ прорвались сквозь мелькание плазменных зарядов и, наведенные эскинами, подорвались практически в одном месте. Броня мастодонтов не выдержала. В целостном корпусе одного из дредноутов появилась пробоина. Второй же, лишившись двигателя, не мог ничем помочь собрату. Только выпустил но им лететь было дальше, чем пиратам. Да еще и арварский крейсер, каким-то чудом прорвавшись сквозь заградительный огонь, уже с погашенными реакторами, не стреляя, протаранил дредноут в районе главного орудия. Как только от штурмовиков пришел доклад, что в районе пробития ПКО подавлено, Данк отдал приказ на абордаж. После этого... После этого была мясорубка. Юрим лично вел пиратов на штурм. Потери зашкаливали. Казалось, все коридоры завалены трупами и залиты кровью. Штурм длился уже более трех часов. Как атакующих, так и защитников становилось все меньше и меньше. Перед самой высадкой Данк все оставшиеся ракеты и дронов с термоядерными зарядами направил на второй, обездвиженный дредноут. В общем, помощи, оброняющие свой корабль а графы, в ближайшее время не дождутся. Удар ракет был направлен в первую очередь по всем возможным местам выхода транспортов и авиации прикрытия. Зонды исправно транслировали, что происходит снаружи, поэтому Данк знал, что удар был успешен. Час за часом, коридор за коридором, подавляя сопротивление, штурмующие приближались к рубке. Реакторный отсек и арсенал взяли еще в первые часы боя. Эти точки являлись первоочередными при захвате кораблей. Но на подступах к рубке а графы встали насмерть, организовав последний рубеж обороны. Глава клана был уже дважды ранен, благо покасательный. Вот в одном из коридоров, заглянув за угол, адмирал увидел а графов, ведущих интенсивный огонь в противоположную от него сторону. Странно, там не должно было быть абордажной групп клана. Через мгновение стало видно, по кому ушастые стреляли. Две размытые тени ворвались в ряды защитников, мелькнула сталь, а через несколько мгновений осталось стоять только два силуэта с мечами в руках. Ну а сами а графы в мелко нашинкованном виде лежали на полу. Данк не мог поверить своим глазам. На космическом корабле и люди с мечами, как хлеб, нарезавший бойцов в тяжелых бронескафандрах. А потом он вспомнил, где он видел таких фехтовальщиков для мечей, которых любая броня была как бумага. На родной планете во фронтире было два таких мечника. С одним из них, Ларсом, он улетел в воротан и поступил на службу. После мятежа их пути разошлись. Но такого не может быть. Сколько лет прошло. Да и Ларс уже тогда был не на последней должности. Не мог он оказаться в этой дыре. Никак не мог. Вот только отточенная за годы жизни в условиях постоянной опасности интуиция говорила. Там впереди по коридору именно Ларс фон Триер. Непонятно лишь кто второй. Немного подумав, что делать, Данг приказал своей группе занять оборону. А сам опустив ствол и вытянув руки перед собой, пошел в сторону стоящих на останках аграфов фигур. Вот его заметили. Но увидев, что руки Данга пусты, две фигуры, закованные в броню, опустили мечи и двинулись навстречу. По мере приближения росла уверенность, ошибки нет. Это герцог Ларс фон Триер. Ну или какой-то другой Рурх. Фигуры и пластика движений были присущены именно этой расе. Остановившись друг от друга в шаге, будто сговорившиеся трое открыли забрал гермошлемов. Вот мы и встретились, Данг.